всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью скоро пасха я уже дала вам несколько рецептов блюд которые можно использовать на пасхальный стол ну и хочется еще вам показать блюда с рыбкой сегодня мы с вами сделаем скумбрию рулет из нее и это поверьте мне очень вкусно нежно и самое главное красиво на праздничном столе поехали чтобы приготовить такой рулет нам конечно потребуется сама рыбка вот у меня скумбрия свежемороженое немножко до конца она не оттаяла попалась правда покоцаная какая-то в этот раз но ничего страшного завернем ее в рулетик так дальше у нас потребуется специи желатин потребуется 10 граммов вот на такие две рыбки значит сушеный чеснок чайная ложка без горки кардамон чайная ложка паприка красная полторы с чайной ложки потом потребуется перец черный молотый немножко соли и вот так вот 30 40 граммов у этого соевого соуса чтобы нам начать нам нужно сначала разделать рыбку ну как всегда берем рыбку вот так вот я уже показывала как разделывает рыбку скумбрию посмотрите у меня на канале выше я оставлю ссылочку значит отсекаем голову вот так вот или сюда специально вот поставила отрезаем хвостик вот так и вычищаем брюшко и сейчас наша задача нам нужно убрать вот эту вот центральную кость не повредив заднюю спинку то есть вот так вот тихонечко обрезаем так тихонько все вот эти косточки так вот потихонечку не торопитесь чтобы не порезать спинку она и так у нас пока цена рыбка мне попалась так и руками просто берете и вот так вот вынимаете косточку вот так все это мы все убираем в отходы сейчас нам нужно убрать все вот эти вот кости большие и маленькие все прямо пинцетиком убираете возьмите вот так все косточки нам нужно убрать то есть рыбку зачистить промыть обрезать вот эти вот все плавники которые нам попадаются здесь и обсушить бумажным полотенцем так вот обе филешечки у меня зачищены и сейчас я возьму вот просто любое блюдо ну вот я взяла вот такую форму и вот так вот выкладывать буду не бойтесь если где-то порвала шкурка или что-то не переживайте мы будем закручивать в рулет и все это у нас скроется и вот так вот польем соевым соусом половиночку вот сюда соуса вот так и вторую филешечку вот так выложим и ее тоже зальем вот так вот половиной так вот оставшийся соуса и все и пусть у нас рыбка так маринуется минут 15-20 так сейчас вот промариновалась у меня 20 минут берем одну филешечку и выкладываем вот я вам покажу здесь у меня на противне застелен сначала фольга а потом пергамент и вот так вот мы на пергамент выкладываем вот так вот одну филешечку и значит посыпаем половина желатина на глаз вот так вот чип перчик вот так вот черненький половину чесночка половину от нормы кориандра и на эту филешку высыпаем полностью всю паприку и берем вторую филешечку и накладываем как бы в наклёст на первую вот так вот то есть если у этой вот здесь вот хвостик то у этой должен быть хвостик здесь как бы вот так вот сделая ровненькую вот и также перчик остаток желатина чеснок оставшийся можно вот так вот уже кориандр так и берем укропчик свеженький у меня это уже свой вырос укроп прямо запах обалденный вот так вот на эту сторону укропчик и сейчас мы спорачиваем рулетик эту вот так вот половиночку закидываем вот так вот постараемся вот а это вот сюда вот так и сейчас мы вот этой вот пергаментом бумажкой насколько сможем вот так вот подтягиваем как можно потуже затянем конечно до конца вы конечно оттуда не сделайте потому что это все равно бумага и теперь вот с одной стороны так как бы немножко уплотняя и закручиваем и с другой стороны а теперь этот рулет закручиваем еще фольгу это сделала в наклёст немножко вот так вот такой рулетик у нас получился сейчас мы его ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 30 30 минут рулетик наш запекался 20 30 минут у меня стоял ровно 30 минут в духовке когда он остыл я убрала сверху фольгу а вот так вот в пергаменте я еще его не разворачивала я его поставила в холодильник он простоял у меня там ночь сейчас прямо здесь с вами мы сейчас его развернем и посмотрим что же у нас там получилось так бумажку убираем и смотрим смотрите какой большой красивый сейчас мы его разрежем посмотрим что же у нас все таки там внутри смотрите какие мраморные смотрите какие кусочки получились рулетика посмотрите какая красота и и режется он довольно таки тоненько смотрите и видите держит форму очень очень а со своим хлебушком сделать бутербродик или на пасху под закусочку это просто объедение обязательно рекомендую вам сделать такое блюдо на пасху тем более что сами видели времени это заниматься всем чуть-чуть рецепт своего домашнего хлеба я вам оставлю вверху ссылочку сделаю обязательно сделайте такой рулет обязательно ну на столе будет смотреться вообще очень очень красиво очень красиво атакуем вкусный просто язык прогулки те понимаете ну просто вообще объедение дала уже не один рецепт вам вашу копилку к пасхальному столу надеюсь что вы ими воспользуетесь если понравился вам рецепт рулет из скумбрии ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы быть в курсе последних событий а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока